Всем пхай народ, вы на канале SkyTubeGames, это ролик кратких новостей касаемо The Isle of Rima. Ролик будет посвящен краткому пересказу девлога, но из всего этого в конце можно подвести кое-какие предположения и итоги. Весь девлог вы можете сами почитать подробнее в стиме. Аниматоры, звукорежиссеры рассказали нам о Майозавре, его доделывании некоторых функций. Можно сказать, что он уже почти готов к выпуску на тесты. Вообще я ждал его на этой неделе. Ладно, Майозавр требует двух наборов анимаций передвижения и они скоро будут полностью завершены. Игроки смогут переключаться ходьбой между двуногим и четвероногим передвижением, каждый из которых имеет свое преимущество в том, как животное будет двигаться. Также по Тираннозавру отметили, что с каждой стадии роста геймплей будет меняться. Будут меняться его анимации и механики. Потребности Рекс будет серьезно отличаться от того, что мы привыкли видеть в Легасе. Подчеркну, что аниматоры приступили к реализации Кентразавра. По мне эта новость просто пушка. Главное, чтобы не поменяли планы и не забросили его. Передвижения и другие анимации Австро-Раптора также почти завершены. Взгляните на некоторые из них. КОНЕЦ КОНЕЦ Прежде чем продолжу, хочу напомнить вам всем, друзья, что совсем скоро на сервере The World of Dinos всех игроков ждет мега-розыгрыш. Также ребята близки к финалу создания абсолютно нового сайта. Так что игроки Эврима, в особенности игроки Легаси, присоединяйтесь к сообществу. Сервер скоро заживет совсем другой жизнью. Все условия прописаны в их Дискорде. Ссылки все в описании. Потом не спрашивайте, почему вы не знали. Продолжим. Ведется работа над изменением в рационе, изменением в миграциях, добавлений патрулей. Добавление в пати тиммейтов. Разработчики доработают данную функцию, но скорее всего добавления в пати, как в Легаси, не будет. Будет немного, возможно, приближенно. Интеграция старейшин. Старейшины, работа над ними, что очень интересно, поскольку система завершит игровой цикл для наших животных, которые так долго ждали. На острове все существа будут стареть, но старейшины – это место, где сила встречается с опытом. Для тех, кто поддерживал качественное существование на протяжении всей своей жизни. Награда придет в виде старейшины, высшего представителя вида. Это более сильная идея, способная возрастное состояние динозавра для тех существ, которые не имеют права или не способны достичь статуса старейшины. Единственное, что их ждет – медленное снижение до хрупкой стадии старейшины. Это все, что нас будет ждать. Кстати, увидел комментарии, вновь спрашивают, кто такие старейшины. Поищите на канале, есть целый ролик, где я поясняю за этот вид, так сказать. Поглядите на это. Выглядит страшно, чувствуется сила и ужас, который Рекс сможет внести в игру. Тираннозавр определенно один из, если не самых трудоемких существ, которые когда-либо создавали, в первую очередь из-за того, как сильно будет меняться в течение своей жизни. Начинают жизнь чрезвычайно уязвимыми, медленно превращаясь в одного из самых могущественных хищников, когда-либо существовавших. Здоровый взрослый тираннозавр на острове станет силой, с которой придется считаться многим известным апексом уже на острове. И он вырастет в настоящего убийцу. Также разработчики вновь обращают свое внимание к расширению функционала гнездования. Про места гнездования я рассказывал в прошлом ролике. И теперь еще хотят добавить новые крики. По типу брачных. То есть, вы выросли, ищите себе пару для создания потомства. Ходите по острову, можете использовать особый крик, который у вас появляется. Призыв самки, если вы самец, или самца, если вы самка. Игрок вашего вида может услышать этот крик и придет к вам. Но не забывайте, что это может быть так же и опасно. Но изменения мне нравятся. Также мутации в будущем могут немного менять ваш скин. Кто-то меня, кстати, спрашивал из подписчиков, будет ли такое. Немного подчеркивая его, к примеру, какая мутация у вас включена. Если вы каннибал, то скин может становиться, к примеру, чуть красного цвета. Я не знаю, каким они его сделают. Но это не точно. Ну и, конечно, мутации изменят процентные значения вашего животного. Они будут значительно снижены, уступая место системе старейшин. Мое предположение всего этого, что до конца года с вероятностью 90% нас ждет Майозавр, Тиранозавр-Рекс, Трицератопс и Австрораптор. А может, это моя мечта. Также скоро будут хортесты, которые будут очень короткими. Ждет много вроде сюрпризов. Ну и, конечно, не стоит обращать внимание, если будут серьезные баги или ошибки. Что нас ждет? Пишите комментарии. Ну а тебя я попрошу всего лишь поставить палец вверх, подписаться на канал и нажать колокольчик. Также вступай в наш Дискорд, группу ВКонтакте, Телеграм, Яндекс.Зен, Бусти, как обычно. Все в описании. Всем хорошего выживания в The Isle of Rima. Субтитры создавал DimaTorzok